Осторожно, тонкий лёд. Люберецким школьникам в очередной раз напомнили о правилах поведения вблизи водоёма в период ранней весны. Профессиональные спасатели и добровольцы смоделировали для ребят опасную для жизни ситуацию, а главное показали, как выкарабкаться. Обучающее занятие прошло в парке Наташинские пруды. Полезным оно оказалось и для нашей съёмочной группы. Смотрите, он выбирается на лёд, пытается выбраться. Вот, у него получается. И теперь давайте мы посмотрим, что он будет делать дальше. Он перекатился, видите, он перекатился, лёг на спину и пытается отползти от полыньи. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того, чтобы простые правила запомнились легче, профессиональный спасатель выступает в роли утопающего. Направляться к берегу в положении лёжа необходимо для того, чтобы оказывать минимальное давление на лёд. Ещё несколько движений и он уже в безопасности. Отполз поближе к берегу, встал на ноги, всё. Теперь он может бежать, переодеваться. Но далеко не каждый может справиться с такой ситуацией самостоятельно. Тогда очень важна помощь окружающих. От грамотности действий зависит жизнь и здоровье человека. Здесь важна каждая секунда. Поэтому ребят научили не только тому, как спасаться самому, но и как спасать других. Долг каждого гражданина – оказать помощь попавшему в беду. И тут хороши все средства. Лестницы, доски, лист фанеры. Всё это можно подать на помощь пострадавшему. Верёвка, брючной ремень. Самое главное – не приближаться близко к человеку, который провалился под лёд, чтобы не последовать его примеру самому, чтобы самому не пострадать. А тех, кто в будущем мечтает стать профессиональным спасателем, познакомились с современными средствами, необходимыми в работе. Несчастные случаи на воде со смертельным исходом, к сожалению, имеют место быть. Главная задача организатора в учении – свести их к нулю. 2018 год объявлен годом добровольчества, волонтёрства. И вот три общественные организации, московские областные, подписали соглашение о сотрудничестве. Это Восвод, Российское общество спасания на водах, Ростсоюз спас и Российское добровольно-пожарное общество. Единение усилий всегда сказывается положительно на результатах работы. Чтобы избежать несчастного случая, достаточно придерживаться одного элементарного правила – просто не выходить на опасный объект. Распознать тонкий лёд легко. Он имеет матово-белый, серый или жёлтый цвет, а на его поверхности видны трещины и снежный покров. Луиза Игазырян, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.